Всем привет друзья, с вами Варчик, в этом видео поговорим про WZ120 китайскую премпт 8 уровня. Это наверное лучшая премпт для активной игры без башни. Сначала я на ней просто врывался везде и всегда было весело и бодро, но потом столкнулся с такими боями, когда врываться нельзя было и у меня начало подгорать. Со временем я понял, что нужно дозировать активную игру с более пассивной, когда вы просто прикрываете союзник. Поскольку даже если вы врываетесь, то лучше быть не на самой первой линии и врываться вторым или третьим. Если вы прям первый танк, который врывается, то вам нужно иметь перед собой рельеф, из-за которого вы сможете играть от рубки и стрелять от своих УВНов, которые в принципе неплохие, как для такого низкого танка. Только в таком случае вы сможете выжать на первой линии. Если вы врываетесь просто на ровной поверхности, скорее всего у вас просто расстреляют. Или если вы стоите из-за рельефа так, что видно НЛД, вас будут пробивать все. Абсолютно любой танк, который может встретиться вам в бою, даже какая-нибудь СТ 6 уровня, если она видит ваше НЛД, она будет вас пробивать каждым выстрелом, даже ББшками. Но если вы спрячете свое НЛД и будете играть через рельеф, то вы будете очень, очень сильно мешать врагам своим танкованием и они вообще будут редко наносить урон. Но опять же, если в бою есть арта, то лезть на первую линию особо не стоит. Стоять на одном месте, танковать от рубки долго вы не сможете. ХП у нашего танка очень мало и нужно понимать, что буквально два выстрела жирных и все, нашего танка нет. В целом это очередной принтанк, на котором я взял три отметки и в целом я даже что-то получил новое в качестве геймплея. Я активно порубился на ПТшке с лютым ДПМ и Альфой, также здесь пробитие классное. Это было весело, бодро и прикольно, но половина боев была не такая радужная и жопа горела. Во-первых, точность этого танка, особенно стабилизация сведения, это конечно самое отвратительное, что есть в стрельбе у этого танка. Также углы горизонтальной наводки очень маленькие, приходится каждый раз пересводиться, а каждая пересводка занимает у нас вечность. В целом танк в стрельбе очень противный и бывают бои, когда просто тупо, ну не попадаешь, не летит, оно просто кривое. Особенно если не успеваешь свестись на дальнее расстояние, потому что каждый раз пересводишься, начинает просто бесить эта стрельба. Но если враги более-менее вылазят из одной дыры и вы успеваете полностью свестись, то даже можно пострелять вдаль. Но вот если приходится крутить башкой по всем сторонам, стрельба становится просто отвратительной. Также у нас еще есть хорошая маскировка и можно даже с небольшого расстояния становиться от врага за акустиком и просто из инвиза расстреливать. Можно иногда и активно врываться даже в городе с своими союзниками, можно потанковать от рельефа. Пробития у нашего танка тоже хватает и голдой можно даже тяжам рыло разбивать. Танк в целом очень сильный, результат на нем у меня был выше, чем на остальных премтанках. Если бы я еще любил ПТшки и потел бы на них и оно мне нравилось, результат можно было бы делать вообще феноменальный. То, что у этого танка планка трех отметок сейчас находится на трех тысячах с хвостиком, на мой взгляд это маленькая планка и она занижена скорее всего за счет популярности этого танка. Она могла быть намного выше. Бахать больше трех тысяч урона на этом танке за бой не составляет особого труда. Самое главное держать себя в руках, не гореть от кривой стрельбы, а по тактике самое важное на этом танке найти себе место, где вы сможете либо активно ворваться и бесплатно настрелять. Либо место, где союзники будут вытягивать на себя врагов, а вы будете в одну дыру много и долго стрелять. Если вы за бой ничего из этого не сделаете, вы можете даже с нулем остаться, поскольку к империте активно крутить башкой по всем сторонам и везде пересводиться, на этом танке не получится. Нужно активно по всей карте носиться, искать место, где можно приткнуть свой китайский дрын и разогнать его по полной. Это может быть как и активное какое-то рубило, вы можете подъехать с неожиданной стороны и тупо от рельефа расстрелять врагов или из инвиза, или где-нибудь союзники будут вытягивать их, будет давить большое количество врагов, вы станете удобно глядя в одну дыру и тогда вы настреляете. Обычный геймплей ПТ стал в куст и крутишь башкой по всем сторонам, смотришь где кто вылазит, на этом танке исполнить такое практически нереально. Можно подобрать пару слов, которые максимально охарактеризуют этот танк. Многофункциональный, активный, пронырливый, дерзкий, бронированный, если правильно играть. Но абсолютно этот танк не любит пересводиться и крутить башкой. Танк очень сильный и те кто говорил что он сильный, да он сильный, вы рады что и я теперь это сказал, но все равно этот танк очень раздражительный, в некоторых боях тяжело найти куда его приткнуть. Ну а так в целом рубиться на нем одно удовольствие. С вами был Варчик, играть красиво, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok